Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберём ваш вопрос. Вы пишите, руководитель, самодор и диктатор, но профессионал в своей сфере. Вы знаете, я бы сказал, что здесь у вас не совсем такое адекватное поведение, адекватное отношение к человеку, потому что, ну, во-первых, что называется самодор и диктатор. А самодор и диктатор, только потому что от него исходит негатив, ну, это немножко странно. Вот, то есть, понимаете, вы в какой-то момент перешли на личные отношения. То есть, вас что-то выдевает, вам что-то не нравится, вы, как сами пишете, близко к сердцу принимаете комментарии других людей. И, соответственно, очень быстро переходите на личное взаимодействие. Хотя человек, может быть, общается с вами именно только как профессионал, да, то есть, ну, по-главому. Вот. Так что здесь вот самодор и диктатор, ну, это, мне кажется, это такая вот, несколько субъективная оценка, потому что, будь он самодором, ничего бы у него не получалось, будь он диктатором, ну, как бы вы бы не смогли, например, вообще от него уйти. Потому что, потому что диктатор, извините, он подчиняет себе людей в первую очередь. Дальше. Стоит ли оставаться с ним работать, если это приносит дикий дискомфорт? Это вопрос некорректный, потому что психологи не могут давать таких прямых ответов. Вот. А я думаю, что насчёт дикого дискомфорта нужно разбираться. Одно дело, если вы, к примеру, считаете, что с вами не должны обращаться подобным образом. Ну, просто, просто не должны. Это одно дело, если вы считаете так. То есть, если вы считаете, что такое поведение не соответствует вашим, ну, представлениям о человеческих отношениях. Если вы понимаете, что вы становитесь ближе, допустим, к своим ценностям. Из-за такого, такого рода поведения, такого рода отношения к вам. Это один момент, если это так. И совсем другой момент, если вас задевает, просто. Совсем другой момент, потому что, если вас это задевает, то... В таком случае, речь идёт о том, что вы в себе сами что-то не принимаете. Ну, отрицаете. Отвергаете. Отвергаете. Вот. И... Это не относится... К... К... Мужчине. К... Ну, как вот... Как... Как таковому. Да. Вот. Это... Не относится... К... 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 Человеку. Как таковому. Это относится... Скорее, именно к тому, как вы... Воспринимаете... С... 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 Вот. смешивать, на мой взгляд, подобные вещи, ну, нежелательно, нежелательно, потому что это отдаляет вас от реально происходящих вещей, скажем так. Дальше, невроз, стресс, вплоть до физиологических проявлений. Рассмотрите, я, если честно, не уверен, что вы, говоря о, допустим, неврозе, как-то вот, сами вообще-то говоря, понимаете, понимаете, о чем идет речь. Потому что невроз – это определенное состояние. Невроз – это по большому счету заболевание. Вот. И невроз, ну, не может появиться от таких вот вещей. Стресс, да, стресс нужен, но у стресса есть свои основания. То есть, почему-то у вас это вводит в стресс, вот почему это, почему это у вас вводит стресс. Нужно разобраться, почему у вас это вводит в стресс, почему вы чувствуете стресс. Вот. Это важно. Это важно. Это важно. Чем вас это напрягает, да? И в том ли причина, что вы, к примеру, слишком близко к сердцу воспринимаете комментарии других людей, да? То есть, что вы не уверены в себе, что у вас занижена цена, цена оценка, что вы, что вы не привыкли отграничивать, например, себя, да, и, ну, себя и других людей, например. То есть, вот это вот все такие вещи, на которые, ну, нужно обратить внимание. Да? Это все такие вещи, на которые просто необходимо обратить внимание, потому что они, как бы, составляют суть вашей проблемы. Вот. И нужно исследовать вашу реакцию. Понимаете? То есть, вы здесь хотите сказать, что ваша реакция, является не самостоятельной историей, а в большей степени, в большей степени ваша реакция является не самостоятельной историей, это является следствием ваших внутренних конфликтов, которые у вас были, вероятно, всегда. И, которые сейчас просто дают осознавать вот в такой форме. Дальше. Мне двадцать лет, учусь в университете. Пошла волонтером к одному режиссеру и продюсеру помогать в приготовке съемок кино. Для выбора будущей старой деятельности мне очень важно посмотреть, как, например, отработал в кино, выглядит вариант. На первой встрече в своем блоге и публичных интервью режиссер был абсолютно адекватным и телегидным человеком, однако при работе от него исходит столько негатива. И, в общем, я вас понимаю. Я вас понимаю. Правда, вы, наверное, не задумывались о том, что многие творческие люди именно так себя ведут. Но правда, потому что они вот такие. Что-то там, что-то, потому что они вот только так себя вести, к сожалению, и могут. Вот. То есть здесь, опять же, встает вопрос о том, что вы считаете совсем адекватным поведением. Это раз. Два. Это вы работать идете. Вы узнавать, что это идет для себя, например. Или вы идете взаимодействовать непосредственно с человеком. Потому что простите, но вещи разные. А то, что вы говорите, очень сильно попахивает смешивание одного и другого. Что, на мой взгляд, неприемлемо. Вот. Вы говорите, что только от него негатив. Хорошо. Допустим, человек привык так работать. Как, в данном случае, этот негатив влияет на вас. Чем, в данном случае, этот негатив влияет на вас. Как, в данном случае, этот негатив выдевает вас. Да, в вашем действии, недовольны, это правда, да, в вашем действии, в каждом вашем действии, недовольны, это правда, но давайте бротим себя честно, а должны ли быть довольны каждым вашим действием, должны ли быть довольны, если да, то почему, вот в чем вопрос, на который вам, на мой взгляд, нужно ответ, на который вам, на мой взгляд, нужно для себя разрешить, дальше, просто другой человек, желанием сразу было одно, уйти из этого байка и забыть про того режиссера, ну, опять же у меня здесь ощущение, такое, я в нем, конечно, не уверен, но у меня такое ощущение, что речь идет о вашем некоем, некоем личном восприятии, человека, о ваших личных ожиданиях от человека. Ну, как вы понимаете, сами, я надеюсь, к работе это особого отношения не имеет, если вы чего-то ждете, просто ждете от человека, потому что, да, человек немного не такой, но насколько это критично, для вас, чем это критично, для вас, ну, вот это, наверное, все-таки, такой очень важный аспект. Но, я собрался пойти к нему на курсы продюсеров, онлайн занятия и совместная работа, теперь я очень сомневаюсь, с одной стороны, таких курсов больше нет, и значит, нужно идти, если вам это интересно, несмотря ни на что. с другой, очень неприятное изложилось впечатление от работы с ним. Что значит очень неприятное впечатление от работы с ним? Что это значит? Он вас не устраивает как специалист, он вас не устраивает как профессионал? Это одно дело. если он вас не устраивает именно как специалист, именно как профессионал. Вот. Но извините, если речь идет о нем как о человеке, и о том, что дело, 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 и он вас не устраивает в формах. Что о деловых отношениях здесь речь не идет. Здесь говорит о том, что именно вам тяжело, именно вами, точнее, тяжело воспринимается определенное поведение, определенное отношение людей, к вам. И это вопрос, на мой взгляд, очень важный, чтобы вы отделяли одного от другого. Дальше. Подскажите, какой выбор сделать? Подсказал. Как вообще не учиться не воспринимать, так как след в комментариях других людей данным случится на начало. Ну и следует, что вас задевает. И следует, что именно вам задевает. Вот. А вот. И следует. Именно, именно, испоисследовать. Что вас задевает в этом контексте. Посмотреть. Что именно. С чем именно. Проблема. Вот. Потому что... Ситуация. Когда человек. Принимает на свой счет. То, что ему говорят люди. Вот. Она связана именно с не сформированными представлениями о себе самом. Ну, то есть, у вас не сформированы представления о самой себе. Вот. Это нужно корректировать. Вот. И. Значит. После того, как это будет корректировано. Я полагаю, что... Ситуация изменится. Вас просто перестанет задевать то, что вам говорят. Вот. Ну, так же. Мне кажется, что... Ну, так же. Мне кажется, что... Ну, что... Не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну... А лично было бы определить, что... Селест. Селимо. Именно. Именно. Селест. Или... Что это вот. Какая у меня цель. Амм. Всего того, что я делаю. Потому что на пути к этим сферам будут встречаться препятствия разнообразные, на пути к этим сферам будут встречаться разнообразные проблемы, люди и прочее. Это всё правда. И вот всё только что, чтобы вы для себя как-то вот смогли бы определить, да, приоритет. Ну и уже в соответствии с приоритетом двигаться. На этом всё, я надеюсь что помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь что ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи! 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 Удачи!